Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы вновь подготовили 5 вопросов для жителей нашего города. Мы надеемся, что в этот раз на них ответят и наберут заветные 20 баллов для того, чтобы получить вот такой кубок «Видное ТВ». Хоть мы и хорошо сидим, но надо идти. Вперед! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ольга, фамилия Молчанова. Ольга, очень приятно, меня зовут Кирилл. Мы сегодня с вами сыграем в игру «Думай, знай, познавай» «Супер Блиц». Я задам вам 5 коротких вопросов и, надеюсь, получить на них 5 правильных ответов. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Поехали. Первый вопрос. Жители Исландии говорят о погоде так. Если вам не нравится погода, подождите 5 минут. Закончите двумя словами эту поговорку исландскую. Знаете, где Исландия находится? Да, там селедка вкусная. Да, да. Ну, трудно вообще ответить двумя словами. Я даже вам подскажу первое слово. Давайте, чтобы вам было лучше. Я назову фразу без одного слова. Жители Исландии говорят о погоде так. Если вам не нравится погода, подождите 5 минут. Будет... Будет настроение и улучшится погода. Одним словом. Надо добавить всего лишь одно слово. Одно слово. Одно слово. Нет, что-то мне трудно доходит. Какое слово нужно добавить. А все-таки подскажите вы. Я исландский юмор бы поняла бы сразу. Ну вот, вы знаете, какая погода в Исландии? Плохая там погода. Плохая. Сыро, холодно. Да. Да. Так какое слово не хватает? Какого слова в этой поговорке не хватает? Если вам не нравится погода, подождите 5 минут. Будет... Будет сухо. Сухо. Наверное, вряд ли сухо. Ну, не знаю. Честное слово, да? Итак, вам нужно сейчас свой ответ. Оценить минимум в 1 балл, максимум в 5. Давайте в 2. Не вам, не нам. Хорошо. Фраза звучит так. Жители Исландии говорят о погоде. Если вам не нравится погода, подождите 5 минут. Будет хуже. Ого. У них... Вы же сами сказали. Надо успеть, да. Да. Второй вопрос. Известно, что родной дядя будущего великого композитора с горечью заявлял, какой позор променял юриспруденцию на дудку, о каком великом русском композиторе идет речь. Нет, не могу на дудку, точно не могу сказать ответ. Ну, дудка это так, это просто... Инструменты. Современным языком подкалывала его дядя. Троллил. Мол, ты, да, троллил. Мол, ты поменял юриспруденцию, ему, этому нашему великому композитору, светило стать большим юристом. Вы не про Чайковского говорите? Попробуйте ответить. Ну, я только его могу сказать. А на сколько вы уверены? На 5. Петя, какой позор променял юриспруденцию на дудку. Тест вопрос следующий будет. В ходе какого вооруженного конфликта родилась фраза «Русские не сдаются»? Во время Крымской войны Первой мировой или Второй мировой? Я думаю, Первой. Крымской войны. Крымской войны? Да, все-таки оттуда все началось у нас. А вы на отечественную больше? Ну, не знаю. Не, мне больше Крымская, все-таки как-то на слуху. Крымская? Да. Понятно. Уверены? Уверена. На сколько уверены? На 4. На 4 балла. На 4. Правильный ответ – Первая мировая война. Во время Первой мировой войны родилась эта фраза «Русские не сдаются». Вы футбол любите? Нет, не могу сказать, что люблю. Ну, смотрите? Очень редко. Очень редко. А чемпионаты мира смотрите? Иногда смотрю. Понятно. В связи с этим вопрос. Чемпионаты мира начались с 1930 года и определенное количество раз прерывались в связи со Второй мировой войной. Какое количество раз чемпионаты мира по футболу не проводились в связи со Второй мировой войной? Как вы думаете? Два раза. А на сколько уверены? На 4. Правильно. Это два раза. В 1942 году и в 1946 году. Последний вопрос. Пятый. В каком из перечисленных произведений в тексте нет состоявшихся дуэлей? В «Капитанской дочке», «Герой нашего времени», «Отца и дети» или «Анна Каренина»? Анна Каренина. А на сколько уверены? Я быстро думала, на 5. На 5. Это правильно. Это действительно Анна Каренина. К сожалению, вы набрали, не набрали 20 баллов. Но спасибо вам огромное за участие. Надеюсь, мы еще с вами увидимся и еще раз сыграем в игру «Думы, не знаю, познавай супер Блиц». Спасибо вам огромное. До свидания. 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 Субтитры подогнал «Симон»